Грех, собираемся на прогулку. Хотели мусор с Михайловичем вынести. На, снимай. И все, он как начал бегать с одной квартиры на другую. Идем. Ты меня снимай, а зачем ты его-то снимаешь? Все, Михайлович его закрыл, я пошла за матрасиком. Ладно, думаю, возьмет с тобой его. Поедем с ним. Он же посмотрит, что вытворяет. Это же узер какой-то, что он вытворяет. Вот этот мальчик. Все, все, все. Я ему туда косточек наложила. Все, поехали. Поехали гулять. Ну, потому что нам еще это... Еще долго нам. Так, ну тыдечки пришел. Тыдечка пришел в магазинчик. Сейчас посмотрим, что тыдечка будет покупать. Тыдечка, наверное, что-нибудь вкусненькое от ядечка хочет. Он уже знает, что ядечка будет. Что тыдечка будем покупать? Кукурыс. Кукурыс. Лимоны. Возьми лимон. Возьми лимон. Курага хорошая. Кураги возьмем. Феля, налетай. Что, уже интересно тебе, да? Уже интересно. Тедди, что купить тебе, Тедди? Теденька, что купить тебе? Вкусненькое от чего-нибудь? Да. Ну так. Открывай, не открывай. Тедди, давай его иду. Так, Сереж, там масло подсолнечное не забыть. Как ты себя чувствуешь, Тедди? Хорошо чувствуешь себя? Хорошая картошка. Где? Ну вот лежит. Не можно нажать, надо. Вот это вот можно, вот это вкусное. Какая? Вот это. Черное? Да. Как хуже брать. Крупное, возьми вон ты, чтобы тебе это есть. Вот что такое. Что такое? 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вот, единственное, что вещи подсаживаются, девочки, да... Вот, а так... Прямо с удовольствием, девчонки, ношу сарафаны... Вот сегодня костюмчик этот отдела, нормально... Для дома вообще идеально, девочки... Цена, качество... Это нормалек... Посмотрите, как аккуратно, девочки... Аккуратненько везде... Строчка аккуратная, прямо... Окантовка красивая... То есть, вот даже если... Сижу, да, девочки, вот, перед камерой... Видите? Приятно на меня посмотреть... На любимую... Штанишки нормально... Ну, видите, ничего страшного... Тут мои габариты... Живот спустился... Живот спускается... Трое детей... Кесарево сечение, девочки... Поэтому вот такая я жируха... Ну, ничего страшного... Так что, девочки, будете выписывать Василек... Берите все на два размера больше... Девочки, собралась на маникюр... Хочу... Ребяткам включить программу какую-нибудь... Хорошую... Я всегда оставляю, чтобы с ними разговаривали... Чтобы не было скучно... Мне кажется, когда кто-то говорит... Вот Ольгу Скобееву могу включить... Ольгу Скобееву... Пусть слушают Ольгу Скобееву... Чтобы не скучно, девочки, было... Знали, что голос человеческий... Вон они... О, носятся друг за другом... Девочки, пойду, потому что обросло, видите... Сильно, и уже когда отрастает, то начинает прямо... Ну, неприятно... На ногтях неприятно... Становится такое чувство, что прямо как будто, знаете... Оторвать хочется... В общем, вот такие дела, девочки... Такие дела, мои любимые... Достала свои любимые серьги... Давно не носила... Колечки надо еще одеть... А, нет, на Миньку пойду без колечек... А так все нормально, девочки... Все хорошо, прекрасно... Волосики отрастают... Цвет прекрасный... Елена Павловна... Выглядит хорошо... Костюмчики мне нравятся... Вот единственное, что буду теперь выписывать на два размера больше... А так все, девочки... Вот такие дела... Девочки, ходила сегодня на маникюр... Посмотрите, какая прелесть, девчонки... Смотрите... Очень красивый маникюр... Переливается как... Нравится, девочки? Кто-нибудь делал такой маникюр? Скажите... Есть на светлом фоне, есть на темном фоне... Но мне очень понравился... Необычно... Как кошачьи глаза, смотрите, девочки... Как кошкины глазки... Обалдеть... Девочка, у нас дождь сегодня в Краснодаре... Опять похолодало... Но обещали к концу недель до 21... В общем... Холодина... Прямо сильно похолодало... Я собралась белье гладить... Я собралась белье гладить... И мне надо позвонить обязательно... Марине... Марине, парикмахеру... Хотя бы узнать, как у нее дела... И когда она собирается выходить... На работу... Собирается ли она работать? Марина... Напишу я сейчас сообщение... Девочки, не могу не поделиться с вами вот такой красотой... Значит, филе курицы... Мелко порезала... Обжарила... На подсолнечном и чуть-чуть в сливочном масле... Без лука добавила морковь... Добавила аджику... Добавила соус терияки... Все перемешала... Девочки, все делаю на быстром огне... Не убавляю... И затем добавила мексиканскую смесь... А мексиканская смесь, девочки... Она с кукурузой, с перчиком... В общем... И осталась еще капуста... У меня свежая... Прямо свежая... Молодая капусточка... Прямо чуть-чуть... И добавила капу... Девочки, обалденно получается... Какая вкуснятина... Во-первых, красиво... Во-вторых, полезно... Прямо очень вкусно, девочки... Очень... Умак ешь... Вот еще... Еще готовится... А уже вкусно... И все, достала тесто... Бездрожжевое... Девочки, а что разморозила тесто... Слоеное... Обычное, девочки... Ну, есть дрожжевое... А есть слоеное... И все... И хотела постряпать пирожок... Что-то мы подсели на пирожки... Пироги, вернее... Подсели... Пирог хотела с капустой... Посмотрела... У меня капусты там мало... Ну, я решила... Когда рост тесто уже разморозилось... Решила... Сделаю сосиски гануверские... От тавра... Есть у меня замороженный... Сыр... Адыгейский... Я причем его, знаете... Посочила... Перед тем, как заморозить... Я его вот так вот... В морозилку... Видите, он у меня соченый... Ну... На терке... И все... И... Гануверские сосисочки сделаю... И с сыром сделаю пирог... Без разницы... Пирог хоть чем... А сегодня дождь на улице... И все... И никто никуда не идет... Никого нету нигде... И... Дома сидим... И все равно хочется... Что-то в рот затолкать... Я вам сегодня уже говорила... Ничего не хочется делать... Только хочется лопать... А что такое? Что такое, тюсечка? Что такое? Что такое маленький? Аааа... Девчонки пишут мне в директ... Пишут... Лен Пауна... Вы даже не представляете... Изгаляемся как можем... Что только не готовим... В жизни... Одна девочка написала... В жизни... Ей 36 лет... В жизни столько дел не переделывала... Сколько за... За этот месяц... За эти несколько недель... И все перестирала... И все переставила... И все переставила... И с детьми она занималась... Уже досыта... Уже сил нету... Никаких... А я вспоминаю... Девчонку одну знала... Причем она работала... Девочки в полиции... Ну такая была... Оторва... Это вообще... Молодая... А у нее... Отец был... Большим начальником полиции... И ее устроил тоже... Устроил туда... А она пивко... Прямо пиво пила... Вообще... Как на работу ходила... Я не знаю... А вот... И один раз... Она наклеила обои... В своей квартире... Она не выносила ничего... Из комнаты... Не снимала ковры... С пола... Девочки... Не убирала кровати... На кровати... В постели... Вот как они спали... И все... У нее бутылка пива в руках... Она пивка хлебнет... И вот решила обои наклеить... И на старые обои... Наклеила новые обои... Ничего не передвигая... Это... Это надо было видеть... Ой... Вообще... Конечно... Девчонки... Кто на что гораздо... Ну... Маловато сыра... Сыра маловато... Но ничего... Все... Все это схватится... А что... Что есть... Все равно будет вкусно... Девочки... Достали тесто слоеное из упаковки... И его раскатываем... Девочки... А то я смотрела... Там некоторые... Просто из упаковки достают... И все... И не раскатывая... Сразу... Кладут... И на него начинку... И что там получается у вас... Нужно тоненько-тоненько раскатать его... Оно поднимется, девочки... Все... Я его тонко раскатала... На противень... Что такое... Что нужно... К массе... К массе надо... Надо к массе... И все... И раскладываю в начиночку... Значит... Получается... Девочки... Здесь у меня... Косиски... Подкопченые... Адыгейский сыр... Натертый на терочке... И сметанный майонез... Чуть-чуть... Чуть-чуть сметанного майонеза... Чтобы скрепляло это все... Все... Всего-то 6 сосисок напополам разрезал... И со слоеным тестом... Особенно вкусный пирог... С любой колбаской... Колбаска и сыр... Любой сыр можете, девочки... Любую колбасу можете брать... Мелко ее режете... Мелко-мелко... И все... Вторую половинку... Вторую половинку раскатываем тоненько... Ну, по крайней мере, я такие пироги, девочки... Такой пирог с колбаской, с сыром... Это получается как закрытая пицца... Только без всяких помидор... Там без ничего... И именно слоеное тесто... Но если дрожжевое тесто... Оно поднимается прямо в пакете... Шикарно... То это тесто... Нужно раскатать, девочки... Оно еще, знаете... Зависит от того, что... Свежее, не свежее... Если уже... Прямо, знаете... Надо было мне посмотреть... Срок годности... Я вижу, что очень тугое оно... Тугое... И обычно это говорит о том, что... Возможно... Перемороженное было... То есть... Размораживали... Замораживали... Оно такое пластичное... Поддается легко... Очень... Видите... Очень легко, девочки... Самое главное тонко раскатать... Потому что... Корочка должна быть хрустящая... А если вы не раскатаете... Он просто слоями поднимется... Знаете, как бывает... Иногда... Хочешь съесть... Да... Ну... В кулинарии... Пирожочек лежит... И... Слоеного теста написано... Пирожок там... Или слойка... И она поднялась в несколько раз... Ну... Такая... Отслаивается... Много слоек... Ее ешь... Там... Начинки не чувствуется... А здесь начинка должна чувствоваться... Все раскатали... Все... И закрываем... И закрываем... Вместо майонеза, девочки... Можно маслечко подсолнечное положить... Ну... Я думаю, что... Здесь... Мне уже... Мне уже здесь хватит... Хватит всего... И все... И залепляем... Ой... Нормально... Знаете... Когда... Никуда не надо... Бежать... Никуда не надо... Торопиться... Никто не мешает... Никто не отвлекает... Я вот с удовольствием... Тогда делами занимаюсь... Такими... Домашними... Просто подворачивайте... 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 Так вот... Раз-раз... Видите... Подворачиваем... Вот... Раз-раз... Вот такие пироги... Особенно с зеленью... С адыгейским сыром... Очень любят... У нас... Тряпать... В Адыгеи... На Кавказе любят... А я вот делаю еще с колбаской, девочки... С колбаской или... С ветчиной вкусно... Сыр... Ветчина... Сыр любой берите... И все... И такой вот пирожочек... Я ставлю его минут на 15, девочки... И все... Моментом... Вот, девочки... Вот такой пирожок получается... Небольшой... Знаете... На два раза поесть... На вечер... На утро... И шикарно... Все... В духовочку ставим... На 200 градусов... Вентилятор... Ну... Как он называется... Конвектор... Конвектор, девочки... Вверх-вниз... И все... И на 20 минут... Ну, сами увидите... Как он будет зарумяниваться... Не бойтесь... Что внутри не пропечется... Все пропечется, девочки... Девочки... Ну, вот, в общем... Вкусненький пирожок получился... Вкусненький, девчонки... Сосиски... Адыгейский сыр... И все... Это типа пиццы... Но закрытая пицца... Девочки... Очень вкусная... В колбаски можно и картошечки добавить... Можно маслечко добавить... В общем, разные можно сделать начинки... Ну, обалденный, девочки... Пирог обалденный... Нежненький... Хрустящий... Девочки... Я продолжаю тестировать средства... Вот это вот... Вот это германское средство... У меня для духовых шкафов... Все там немножко... Вот под гар... Есть немножечко... Видите... Чуть-чуть... Я нанесла... И сейчас здесь минут подожду... И посмотрю... Духовочку... Вот там надо чуть-чуть... Вот... Видите... Убрать вот это все... Вроде так аккуратненько все... Откуда этот нагар появляется в духовке... Я не знаю... Вроде готовлю аккуратно... Что у меня не брызжет... Ничего нигде... И противень тоже по углам намазала... Хорошо смыть... На 10 минут оставить... И хорошо смыть... Вот... Свою половину пирожка Михалыч забрал... Пошел... Левочка кушал... Овощи мексиканские... Сейчас все уберу здесь... В принципе, порядочек... И нашла еще, девочки, средства... У меня там стоит, оказывается... Я спрашивала у вас... Это... Чем куртку Михалычу... Сейчас покажу вам, девочки... Вот, девочки... Вот такой бальзам еще... Эта девушка мне присылала на обзор... И я ей как бы говорила... Что потихонечку... Как только у меня будет необходимость... Я буду это все... Потихоньку... Буду тестировать, девочки... Это все... И вот сейчас смотрю... Залезла туда... А у меня как раз... Ухаживающий бальзам для кожи... Из натурального... И натурального дерева... На основе пчелиного воска... И овечьего жира... В комплексе с губкой... Идеально подходит для ухода... За любыми изделиями... Из гладкой кожи... Одежды... Обуви... Сумки... Обивкой мебеля... В общем... Попробую, девочки... На куртку... И еще и мебель можно... Там вот эти тумбочки... Коричневые стоят... Они такие шероховатые становятся... Можно тоже и попробовать на них... В общем... Вот этой фирмы, девочки... Это Германия... Экологически чистые продукты... Экологически чистая химия... Вот так можно сказать... Вот так выглядит, девочки... В коробке... Вот губка... А вот этот вот воск... Вот он какой... Пахнет, кстати, очень вкусно... Пчелиный воск... Удобно, что на кисточку... У меня кисточку... Он такой, знаете... Это... Не жидкий... А такой... Странно... Когда я успела заляпать ее? Прям не знаю... Написано, что после использования... Когда помоешь... Не остается никакого запаха... Следов... Но правда, девочки, не пахнут... Я как-то брала... Шумит... Шуамит... Или какой шумит... Он так вонял... А это не пахнет... Нельзя... Фу... 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 Эдичка нельзя... Любимый... Нельзя... И все... Ждем 10 минут... Все, девочки... Время 8 часов вечера... Тедди паштет... Я вот банку открываю... Складываю в этот контейнер... На... Получается... Делю на 3-4 раза... Ему... То есть... Утром... Допустим... Завтрак... Вечером... На ночь... Кормлю его паштетиком... Днем он... Сухой корм точит... Стала давать немножко... Кефир... Творожок... Ему прямо совсем... Чуть-чуть... Девочки даю... Вот в такую... Вот в такую... Даю творожок... И кефир... Немножко... Вот... А паштетик... Получается... Там можно давать... От 100 грамм... До 250... Но я ему маленько... И там... На утро... Осталось... Чуть-чуть... Все... Микроволновочки... Подогреваем... И на утро... Ой... Ждет... Боже мой... Господи... Как он ждет этот паштет... Он знает эту банку... Уже... Вот так... Вот столько девочки даем... Вот... Микроволновки... Подогреваем... Буквально на 10 секунд... А где он? Ты где? Ты где? Ты здесь? Уже... Немножко надо снять... ... Надеться... мальчик-то танцует мой мальчик так танцует мой мальчик так танцует мой молодец-молодец молодец . утром ресторана буквально танцует девочки но идеально все средства обалденные девочки могу порекомендовать самое главное что нет никакого запаха все намазала оставила на 10 минут и все и протерла влажной губкой вот этой губочкой протерла все на два раза и все и полотенчиком протерла и все девчонки все обалденно девочки очень хорошее средство самое главное что не это не пахнет в общем протестировала протестировал спасибо девочки если надо ссылку девочки в описании оставлю там девушка я уже даже не помню как ее зовут высылала мне лен павла попробуйте пожалуйста очень благодарна благодарна девочки